После обмена мнениями и научно обоснованных методов изучения исторических данных в рамках Международной конференции Джадиды «Идеи национальной идентичности, независимости и государственности» участники форума в составе зарубежных и отечественных специалистов и ученых исследователей отправились в Бухару, чтобы иметь возможность прикоснуться к истории наших прогрессивных и высокоинтеллектуальных предков и рассмотреть вопрос создания музея «Наследие Джадидов». Репортаж с места события. Глубокое изучение и популяризация в сотрудничестве с международными организациями, богатого наследия наших великих предков-произвестителей – приоритетная задача Нового Узбекистана. Инициативу главы нашего государства в этом направлении поддержали сотни историков и ученых буквально со всех континентов, приняв участие в работе Международной конференции Джадиды «Национальное самосознание, идеи независимости и государственности», что стало еще одним шагом на пути консолидации усилий. Ярким продолжением этого события стала научная экспедиция, организованная Фондом развития культуры и искусства Узбекистана. На сей раз выбранная локация – Бухара. И это не случайно. Именно здесь реализуется проект по созданию первого музея, посвященного Джадидам. Это бывший дом известного интеллектуала, представителя центрально-азиатского джадидизма Усман Ходжапулат Худжаева. Считаю идею о создании музея в этой локации прекрасной. Именно здесь обучались дети, познавали мир. И в целом Бухара – один из центров джадидизма. Лично для меня данный музей – большая гордость. Данный музей будет включать в себя новую экспозицию, состоящую из рукописей и личных предметов джадидов. Бухара всегда являлась одним из центров просвещения мусульманского мира. И идея о создании здесь музея джадидов стала поистине радостным для нас всех событием. Мудрая политика вашего президента по увековечению памяти великих предков-просветителей, изучению наследия джадидов является ярким примером для тюркских стран. Уверен, эти инициативы нас сплачивают еще больше. Программа мероприятий также включила в себя открытую научную дискуссию. В фокусе внимания – инициативы президента Узбекистана по глубокому изучению наследия джадидов и укреплению сотрудничества между экспертными сообществами. Участниками обсуждены также дальнейшие работы по созданию музея джадидов в Бухаре. Движение джадидизма было популярным не только в Туркестане, оно ценится и в других странах мира, поскольку эти просветители поднимали очень важные темы касаемо духовного развития молодежи, изучения родного языка, обеспечения равноправия среди мужчин и женщин. Эти вопросы не потеряли актуальности и сегодня. Мы, зарубежные ученые, не безразличны к изучению их наследия. Отрадно, что в Узбекистане принимаются меры по расширению доступа к архивным документам. Это, в свою очередь, позволит создать прочную базу для дальнейших научно-просветительских работ. Эксперты были единогласны в необходимости организации подобных встреч на регулярной основе. Но создаваемый музей, отмечалось, послужит раскрытию роли наследия джадидов в духовном развитии и воспитании молодежи.